Забота о детях в России теперь выглядит так. Пропагандистские уроки в школе, реклама службы по контракту для старшеклассников и преследование за антивоенную позицию. 14-летнего Валерия Зайцева задержали в стационаре противотуберкулезного диспансера по обвинению в обучении с целью террористической деятельности. Вместе с ним по делу проходит 18-летний приятель, которому вменили призыв к терроризму. По версии следствия, которое проводили телеграм-каналы, юноши симпатизировали украинскому Азову. Совершеннолетний Никита администрировал группы и чаты в Телеграм и во Вконтакте, пропагандируя идеологию батальона. А 14-летний Валерий занимался практической деятельностью и также поддержал Азов. Оба парня заключены под стражу. Из публикации издания «Новая газета». В 2022 году в России осудили 14 214 несовершеннолетних. В первом полугодии 2023 – 6503 подростков. По данным проекта ОВД-инфо, значительная часть уголовных дел в отношении подростков за поджоги военкоматов. Для российской власти и для российских правоохранителей нет никакой разницы, кого сажать. И никакой разницы, насколько сажать. Они не делают скидку ни на пол, ни на возраст. И началось это не до войны, просто сейчас это все продолжается. Российские суды охотно отправляют в колонии подростков и по еще одной популярной в России репрессивной статье за так называемые фейки российской армии. Максим Лыбкарь в 2022 году закончил школу и готовился к поступлению на юридический факультет. Его обвинили в распространении фейков по мотивам политической ненависти и отправили под стражу, а потом перевели в психиатрический стационар. Есть какой-то факт преступления, который видят в этом судьи. И за это преступление людей наказывают, насколько возможно, строго. У них есть места в тюрьмах, а если нужно будет построить новые тюрьмы, Россия их построит. И будет точно так же, без разбора, сажать всех, кто выражает антивоенную позицию, кто делает то, что российским властям не нравится. Детей в России преследуют за публикацию в соцсетях сообщений об антивоенных митингах за посты, которые российские правоохранители могут честь дискредитации российской армии за распространение листовок, проведение одиночных пикетов за антивоенные надписи на одежде. В отделах полиции подростков часто незаконно допрашивают без присутствия родителей. На них оказывают психологическое давление, а иногда избивают. А еще за смелость детей в России принято карать родителей. Самый известный пример – дело Москалевых. Весной 2022 года шестиклассница Маша нарисовала на уроке антивоенный рисунок. Ее отца обвинили в дискредитации российской армии и поместили под домашний арест. А потом осудили на два года колонии. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.